Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева. Для начала хотелось бы поздравить всех жителей Люберецкого округа с Днём Народного Единства. Теперь коротко о главных темах минувших семи дней. Депутаты Мособлдумы провели выездное заседание рабочей группы по защите прав дольщиков. Люберецкие депутаты приняли проект бюджета городского округа. Первый фестиваль безопасности прошел в Люберцах. Детям с ограниченными возможностями вручили стипендию губернатора Московской области. Гармонизацию межнациональных отношений обсудили на округлом столе в Люберцах. Прошел традиционный турнир по боксу «Люберецкая перчатка». В Люберцах обсудили проблему дольщиков. В администрации депутаты Мособлдумы провели выездное заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Также во встрече приняли участие представители Министерства строительства региона, застройщиков жилых комплексов и, конечно, те горожане, с которыми пока не полностью решены вопросы получения квартир. «Товарищи получили квартиры, довольны, я вас поздравляю, хорошо, но мы не получили. И у нас проблема заключается вся в том, что нам постоянно говорят, что вот-вот-вот сейчас администрация заключит договор». Дмитрий Королев – один из дольщиков ЖК «Сосновый Бор» в Октябрьском, который до сих пор не получил свое жилье. Однако сейчас судьба 54-х человек, которые первыми вложились в эти квартиры, еще в 2001-м, наконец, начинает решаться. «Застройщик не выполняет свои обязательства по соглашению по передаче квартир дольщикам. Сейчас совместно с правоохранителем мы эту проблему пытаемся решить». На выездном заседании было принято решать судьбу долгостроя на отдельной встрече с застройщиком и представителями Минтранса области. С подобными проблемами долевого строительства в Люберцах борются активно, но все еще пока они имеются в Малаковке и Кореневе. «По недостроенным объектам у нас, я считаю, самый главный и больной вопрос – это завершение жилого комплекса «Грин-Сити». Застройщик державы «Строинвест». В настоящий момент работы выполнены более чем на 85%. Закрыт тепловой контур. Сегодня будет пуск тепла, осуществленная корпуса». По словам Сергея Таневского, Минтрансобласти совместно с местными властями нашли источник финансирования. Два застройщика готовы завершить работы. И, вероятно, долгострой же, как «Грин-Сити», закончат уже в конце текущего года. «Проблема обманутых дольщиков – это проблема не сегодняшнего дня и даже не вчерашнего. Это некое хроническое состояние, которое так или иначе допустило законодательство Российской Федерации в сфере строительства, долевого строительства жилья. Правда, по целому ряду изменений в законы, в законодательство эти вопросы так или иначе решаются». Также на выездном заседании рабочая группа рассмотрела состояние строительства еще девяти проблемных объектов Юго-Востока Московской области. Это Жуковские, Котельники, Раменские и Коломенские районы. Пути решения в каждом случае искали индивидуально. Избежать подобных неприятностей жилищным строительством получится в дальнейшем, говорят депутаты. Несенные поправки в законодательство исключат возможность появления таких ситуаций. «Президент сказал о том, чтобы Минстроя ЖКХ России разработал механизм о том, чтобы постепенный переход от долевого жилищного строительства, от договоров долевого участия в жилищном строительстве на проектное финансирование. Это когда застройщик имеет банковскую финансовую поддержку для реализации того или иного проекта». Подобный механизм позволит даже в самой сложной ситуации включиться в дело банку, помочь застройщику. Надо сказать, что на мероприятии также приняли важное решение. В каждом муниципалитете Подмосковья создадут отдельную рабочую группу по вопросам обманутых дольщиков для информирования участников долевого строительства и решения проблем долгостроев. Заседание Совета депутатов прошло в администрации Люберец. В ходе встречи народные избранники обсудили проект решения о бюджете городского округа на следующий год, а также назначили дату публичных слушаний. Бюджет городского округа Люберцы принимается на трехлетний период. Так, согласно проекту, в 2018 году доходы казны составят 8 миллиардов 783 миллиона рублей, а расходы 9 миллиардов 223 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета достигнет цифру 440 миллионов, что составит около 12% к собственным доходам. На 2019 год доходы 8 миллиардов 936 миллионов рублей, расходы 9 миллиардов 256 миллионов рублей, дефицит 320 миллионов или 8% к собственным доходам. На 2020 год доходы составят 9 миллиардов 56 миллионов, расходы 9 миллиардов 358 миллионов, дефицит 302 миллиона рублей. Самые большие статьи расходов, это более 5 миллиардов рублей, предусмотрены на образование. Около 635 миллионов выделят на благоустройство. На ремонт и строительство дорог потратят более 480 миллионов рублей, а на сферу культуры 549. На реализацию муниципальной программы «Спорт» городского округа средства предусмотрены в объеме 318,6 миллиона рублей и будут направлены на выполнение муниципального задания 219,5 миллиона рублей, на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Триумфа» 71 миллион рублей, на организацию проведения спортивных мероприятий 14,9 миллиона рублей и на проведение ремонтных работ 9 миллионов рублей. Народные избранники приняли проект бюджета за основу и назначили дату публичных слушаний. Они пройдут 1 декабря в 11.00. Письменные обращения, предложения, а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются до 30 ноября по адресу Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 227. Луиса Егия Азарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Обратиться за помощью и быть услышанным может каждый. Депутат Мособлдума Игорь Кахан и провел личный прием граждан. Встреча прошла в Люберецком отделении партии «Единая Россия». Если своих сил не хватает, а ситуация, казалось бы, безвыходная. Любой гражданин может обратиться за помощью. К Игорю Каханному обратилась жительница города Держинский с просьбой разобраться в ее непростой ситуации. У меня квартиру вместе со мной и с дочкой моей несколько раз перепродана. И, значит, меня несколько раз подавали иски о выселении. Если действовать неправомерно, вы должны обязательно всегда вызывать милицию. Пусть они фиксируют эти темы. По словам депутата, любой вопрос граждан ставится на контроль, как получилось и с жительницей Держинского. Во внимание остаются и телефонные звонки, зафиксированные в ночное время. Помощники обязательно перезванивают и разбираются в проблеме. Я могу на сегодняшний день констатировать тот факт, что за год жителей на прием обращается меньше. Это значит только то, что моя общественная приемная работает в полном объеме. Потому что первые приемы было не сравнить по количеству посетителей. Поэтому и мои помощники очень качественные, профессиональные. В неприемные дни приемная работа у нас каждый день их решает. Если человек по каким-либо причинам не может лично попасть на прием, то возможно обратиться и задать свой вопрос по телефону. Получить необходимую контактную информацию по времени и месту приема, а также телефонные номера можно на официальном сайте Мособлдумы. Яна Яковлева, Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, прошел в Люберцах. По традиции к мемориалу напротив главпочтамта, где в сталинские годы находилось здание НКВД, пришли потомки репрессированных, представители власти и общественных организаций. Портрет моего отца. Он в 1941 году был призван, год воевал на Западном Украинском фронте. Потом его осудили, репрессировали за недонос о человеке, красной мельце, который изменил родину. В Рыбинске он погиб от истощения. Вот так, беспричинно и жестоко, в годы сталинской диктатуры лишали жизни ни в чем не повинных людей. Миллионы репрессированных, сотни тысяч расстрелянных. Вместе с ними через страдания проходили и их семьи. Даже самых крохотных младенцев называли врагами народа. Сегодня эти люди, чье детство было омрачено страшными событиями, вспоминают своих родителей. Они даже не знают, где находится могила родных. Единственное, что осталось у потомков жертв политических репрессий, это память о своих близких. Виновных уже нет в живых. Кому бы мы могли предъявить претензии? Судить их мы не имеем права и не можем. Пусть Господь Бог будет им судьей. Для того, чтобы у люберчан была возможность почтить память тех, кто не вернулся из сталинских застенков, на символическом месте, где раньше располагалось здание НКВД, в 2010 году открыли мемориал. С тех пор ежегодно здесь проводят траурные митинги. Главная задача, вот наша задача, все, кто проживает в современной России, чтобы больше такое не повторилось. Это основное и главное. Потому что те, кто ушел, их не вернешь. Можно только думать, догадываться, что переживали наши близкие, просто люди, которые попали в такую ловушку. Сегодня живым напоминанием о тех страницах российской истории являются дети репрессированных. Их в городском округе осталось немного – 371 человек. Они знают, каково это – жить при жестоком правительстве. Часто вспоминают в те тяжкие годы. И благодарят нынешнее руководство страны за мирную жизнь и за доброе отношение к себе. Луиза Егезыря, Никита Аскараган, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В Люберцах прошел первый городской фестиваль безопасности. Он был организован под эгидой Федеральной службы войск Национальной гвардии России и при поддержке администрации округа. Гости фестиваля могли увидеть показательные выступления по рукопашному бою, посетить выставки, а также получить консультации специалистов, например, по части охраны имущества. Защищать мир и спокойствие жителей всего Подмосковья – это его работа. Иван служит в кинологическом подразделении уже более 10 лет. В опасном деле парню помогает его незаменимая помощница – овчарка Грета. Собака ищет только взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Поступает сигнал о заминировании какого-то объекта. Наша задача – собака обследовать данный объект. Вот собачка обследует. Есть там наличие взрывчатых веществ или нет. Обнужение взрывчатых веществ зависит от различных факторов, условий погоды, состояния собаки и так далее. Может за минуту, может до пяти минут доходить. В этот день все факторы сошлись на пользу поисковым собакам. Для гостей первого в истории фестиваля безопасности сотрудники кинологической службы Росгвардии провели показательные выступления по обнаружению взрывного устройства. Для тех, кто замерз, полевая кухня, горячий чай и творческие выступления. Презентация служебных автомобилей, а также тематические выставки, на которых специалисты консультировали по многим актуальным вопросам, связанным с безопасностью, например, по охране имущества и обороту оружия. Мы хотим вслух рассказать о Росгвардии, рассказать о тех функциях и задачах, которые стоят перед ее подразделениями. В частности, 29 октября исполняется 65 лет службы в неведомственной охране. И в том числе на этом празднике мы гражданам, несовершеннолетним, детям, взрослым рассказываем о тех мероприятиях, которые проводит неведомственная охрана, о тех возможностях технических. Но все же главные участники мероприятия – подростки, которые в течение всего дня сражались в рамках открытого первенства по рукопашному бою. 300 юношей из Центрального федерального округа показали свои способности в этом виде спорта. Все, кто сегодня будет участвовать, все, кто сегодня будет задействовать в спаринге, это победа каждого. Потому что, будь то татами, будь то борцовский, колёвый, это испытание силы, испытание физической силы. Сборную команду Люберецкого округа представили спортсмены клуба «Единоборств» в Торе. Завоевали 7 призовых мест, 5 первых и 2 вторых. Смелость, хорошая физическая подготовка и отвага – всё это и имеется у молодых спортсменов. И, возможно, в будущем кто-то из них пополнит ряды доблестной Росгвардии. Мы привлекаем молодёжь, потому что им, молодым, которым по 10-12 лет, ещё рано, а уже которым по 15 лет, нужно уже через 2-3 года выбирать профессию. А есть такая профессия – родину защищать. И нужно никуда ехать, дальние гарнизоны, можно это делать здесь. Поэтому нам нужны такие люди. Люберцы пока первый город в стране, в котором прошёл городской фестиваль безопасности. Традицию проведения таких праздников Федеральная служба войск Национальной гвардии планирует продолжить, но теперь в других субъектах России. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В гимназии номер 16 города Люберцы представители Министерства образования Подмосковья наградили детей с ограниченными возможностями. Это именная стипендия губернатора Московской области в сфере образования, которая вручается ежегодно. О лидерах, которые, несмотря на свои особенности, добиваются успехов, расскажет наш корреспондент. Не грустите, матери, не надо. Ваши дети ангелы не зло. Бога вам дают награду, чтобы в мир нести любовь и тепло. Восхождение на Эверест, горнолыжный спот, учёба, творчество – это лишь малая часть любимых занятий у этих детей. И вот копилку их наград и достижений пополнила именная стипендия губернатора Московской области. К олимпиадам достаточно долго готовлюсь. В школе какая-то подготовка, учителя помогают. А художественные – это вот как вдохновение. Если захотел, нарисовал, и всё получается. Необходимость подобных мероприятий отмечают и сами лауреаты. Ведь для них такое признание значит очень много. Они вдохновляют нас силы и показывают, что можно жить по полноценной жизнью даже таким детям, как мы, инвалидам. На торжественной церемонии присутствовали более 300 человек. Помимо лауреатов и сопровождающих, на площадке работали волонтёры, которые координировали людей и оказывали им свою помощь. Мне кажется, это необходимо, потому что это объединяет детей. Дети видят, что они не одни, что у них есть поддержка как со стороны государства, так и со стороны взрослых и других людей. В такой атмосфере праздника и радости в адрес лауреатов было сказано немало добрых слов и напутствий. Видимо, вы ангелы среди людей, потому что, глядя на вас, вашу силу жизненную, энергетику, как вы умеете в этой жизни устоять, это такой пример для тех, кто немножечко в других условиях живёт. Они не любят говорить о своих особенностях здоровья, но с удовольствием поделятся успехами и победами. Целеустремлённости этих детей позавидуют каждый, и всё-таки, несмотря на разницу в возрасте, нам есть чему у них поучиться. Наталья Григорьева, Мария Антонова, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В продолжение темы. Люберцы – лидеры интерес. Под таким девизом прошёл лидерский слёт в гимназии номер 16. Люберецкие школьники представили лучшие практики и модели ученического самоуправления образовательных учреждений и поучаствовали в развивающей квест-игре. Слёт актива студенческого самоуправления в гимназии номер 16 в этом году был посвящён 19-му Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Началось мероприятие в школе так же, как и студенческий праздник – с карнавального шествия. Каждый участник выходил на сцену, представляя одну из стран в национальном костюме. Люберцы, лидеры, интерес! Ура! Поехали! После торжественного открытия традиционного произнесения девиза лидерского слёта начальник управления по работе с молодёжью Борис Новиков рассказал ребятам о том, как Люберецкая делегация принимала участие во Всемирном фестивале студентов. От городского округа Люберцы была делегация. Делегация, которая была четвёртой делегацией Московской области по количеству участников. И хочу вам отметить, что в состав делегации нашего городского округа Люберцы вошли ребята, которые именно участвовали в ученическом самоуправлении, потом стали лидерами студенческого самоуправления. От имени общественной палаты городского округа Люберцы школьникам дала напутствие Екатерина Дегтярёва, председатель комиссии по межнациональным отношениям. Далее началась рабочая часть – презентация лучших практик и моделей ученического самоуправления. Ребята показывали видеоролики о своей деятельности в школах, рассказывали о достижениях. В течение всего прошлого учебного года наш совет участвовал во всероссийской программе «Ученическое самоуправление». Были разработаны модель ученического самоуправления, корпоративный кодекс совета обучающихся, резюме лидера и снят видеоролик «Рассказ о нас». Завершился слёт активистов квестом для лидеров «Мы за мир, мы за дружбу». В развивающей игре ребята ещё больше узнали друг друга и завязали товарищеские отношения между ученическими советами разных школ. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Будущие телевизионщики, сотрудники телеканала ЛРТ продолжают знакомить учеников гимназии номер 16 со своей деятельностью. На этот раз генеральный директор компании Екатерина Дегтярёва провела мастер-класс для самых маленьких воспитанников интереса. Подробности далее. Журналист – это не профессия, а призвание горячих сердец. Теперь они знают, что такое эфир, новостной сюжет и как журналистам удается попадать в эпицентр самых интересных событий. Обо всём этом ученикам 1Г рассказал человек, который знает о телевидении всё и даже больше. На примере своего телеканала Екатерина Дегтярёва рассказала о структуре работы в средствах массовой информации. Как вы думаете, чтобы приехать и снять сюжет, кто нужен? Будем загибать пальчики, да? Кто нам нужен? Нам нужен кто? Корреспондент. Я. Оператор, конечно, самый главный оператор, который вас снимает. Ребята, в свою очередь, порадовали хорошими знаниями. Многие из них признались, что любят смотреть новости вместе с родителями. Особенно интересно узнавать о событиях, происходящих в Люберцах. Телевидение – это то же самое телевидение, оно показывает только в Люберцах. Такую встречу с первоклассниками организовали неспроста. В гимназии интерес проходит неделя профессий. А так как в учебном заведении есть собственное телевидение, то ребят решили познакомить именно с этой сферой деятельности. Чтобы окунуться в неё глубже и понять, как проходит творческий процесс, мальчики и девочки приняли участие в съёмках социального ролика. Мы уже не первый раз снимаем в гимназии ролики с разными классами. Но первый класс, он показал себя на высшем уровне, скажем так. Это было эмоционально, где-то артистично. Им понравилось работать в кадре. И я думаю, что получится очень хороший социальный ролик. И детки положат первое начало своей журналистской профессии, если они её изберут. Ну и, конечно, юным гимназистам дали возможность почувствовать себя настоящим режиссёром и подержать в руках кинохлопушку. После такого мастер-класса несколько ребят решили стать журналистами. Луиза Егязырян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Традиционную пятничную молитву провели в мусульманской общине Люберец. Такие мероприятия служат напоминанием верующим о необходимости соблюдения праведного образа жизни. Стоит отметить, что встреча прошла в канун Дня народного единства. В своей проповеди имам Хатыплю Берецкого округа Рамиль Рахманкулов отметил ценность дружбы между разными национальностями. Когда прозвучал азан, а это призыв, верующие духовно готовятся к пятничной молитве, на которой имам будет читать проповедь. Для мусульман пятничное богослужение – это не просто молебен, но и момент единения. Перед началом им необходимо совершить полное омовение и надеть свою лучшую одежду. Мужчин-мусульманин должен бросать торговлю, свои дела, и к этому дню особенно подготавливаемся. Правоверным мусульманам предписано молиться пять раз в день, и это не обязательно должно происходить в мечети. Однако по пятницам молебен проводится именно там. Главную недельную проповедь произносит особое духовное лицо – имам Хатып. Держитесь за верх Аллаха и не разделяйтесь. Вот эта мысль, она проходит через все культуры, через все народы. Мусульманская община в Люберцах существует уже 8 лет. В ее составе около 700 человек, которые принимают активное участие как в жизни округа, так и в мировом масштабе. Для достижения такого количества людей и многолетнего существования представители диаспоры приложили немало сил и времени. Мы активно участвуем в жизни Люберецкого района, участвуем во всех субботниках, во всех мероприятиях, возложениях. Когда возникли неприятные события на Донбассе, мы туда отправили две машины гуманитарной помощи, собрали людей и отправили. Помимо молебнов и общественной работы, они проводят воскресные уроки по чтению Корана для людей, начинающих с нуля. Для этого оборудован специальный класс. В мусульманской общине Люберец, которая образовалась сравнительно недавно, есть и свои трудности. Главная из которых – это необходимость земли под строительство мусульманского культурного центра, который так им необходим. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел круглый стол, где обсудили работу комиссии по миграционной политике, межнациональным и межрелигиозным отношениям. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, члены общественной палаты, руководители национальных автономий. Главная цель этого круглого стола – обмен опытом в деле гармонизации межнациональных отношений. В Люберцах собрались лидеры подмосковного региона, работающие в этом направлении. Приветственным словом делегации встретил глава городского округа Владимир Ружицкий. Россия чем сильна, это разные национальные группы, народы, этносы, веками сложились отношения, и эту тему только надо дальше укреплять, популяризировать. Люберцы, как и большинство городов Московской области, территория привлекательная для мигрантов. Сюда едут на заработки, здесь проще купить квартиру, чем в столице. В Люберцах существует шесть межнациональных диаспор. Все они активно участвуют в жизни округа, ведут работу по адаптации мигрантов. Тесно взаимодействуют с административными органами и с общественной палатой. Во время круглого стола было подчеркнуто, что опыт Люберц в этой сфере особенно интересен. Выбор Люберц совершенно не случайен. Во-первых, это сделано потому, что общественная палата города Люберца в целом и комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям является одним из лидеров в этой работе, накопила большой положительный опыт. Подробный отчет о деятельности комиссии по межнациональным отношениям Люберецкой общественной палаты за круглым столом представила ее председатель Екатерина Дегтярева. Также она рассказала о роли СМИ в гармонизации межнациональных отношений и показала фильм о работе телеканала ЛРТ. Взаимодействовать со СМИ обязательно надо с местными, чтобы рассказывать о своих положительных опытах в автономиях, в центрах, чтобы донести до общественности именно хорошие практики. Не один негатив, который бывает, мы и слышим с экранов, а именно о хороших практиках. А давайте узнаем, что значит русский язык сегодня для люберчан. Я горжусь тем, что русский наравне с азербайджанским для меня вторым родным языком. Я представляю малахскую еврейскую общину, вся наша община разговаривает на русском языке. Далее участники круглого стола рассказали о своих успешных практиках и проектах. Среди выступающих были руководители национальных автономий, общественных организаций, представители администрации и учебных заведений. Мы разработали проект. Он называется «Фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». Каждый наш фестиваль – это прежде всего преодоление незнания, изучение культурных, религиозных и национальных особенностей, погружение в богатый и духовный мир людей, не похожих на тебя, но являющихся гражданами твоей страны». «Был построен музей «Еврейская Малаховка», где уделен также открыт зал, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Это евреи, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, которые вернулись с войны, которые, соответственно, погибли». В завершении встречи было решено рекомендовать комиссиям общественных палат, организациям, образовательным и административным учреждениям, занимающимся миграционной политикой и межнациональными отношениями, обратить внимание на положительный опыт городского округа Люберцы. Отмена справки о ДТП и возвращение трезвого водителя к машине вступил в силу новый административный регламент по надзору за безопасностью дорожного движения. Отныне сотрудники госавтоинспекции не будут заниматься выдачей справок об авариях для страховых компаний, а водителя, который успешно прошел освидетельствование, обязаны вернуть на место задержания. О других нововведениях расскажет Луиза Игиазарян. Приказ МВД номер 664 включил сразу несколько пунктов касаемо работы сотрудников госавтоинспекции. Отныне инспекторы ДПС имеют право останавливать водителей в любом месте за пределами поста. Но при этом регламент запретил устраивать засады. Патрульный автомобиль, установленный на дороге, должен находиться в поле зрения участников дорожного движения. Кроме того, согласно новым требованиям, сотрудник ГАИ должен производить фото, видео или аудиофиксацию общения с водителем. Мы, как правило, пользуемся видеорегистраторами, которые расположены в автомобиле, и есть так называемые нагрудные видеорегистраторы. В зависимости от того, где будет происходить общение, инспектор будет просить находиться в поле зрения видеофиксатора. Инспекторам разрешено при фиксации разговора, при фиксации административных процедур использовать любые средства фото-видеозаписи. Поэтому, если в крайнем случае он использует телефон, в принципе, регламент этого не запрещает. Участник дорожного движения, в свою очередь, также имеет право вести съемку во время разговора с сотрудником ГИБДД. Посторонним лицам, не имеющим никакого отношения к происходящему, снимать запрещено. В этом случае инспектор может потребовать прекратить запись и освободить место административного правонарушения. В случае неуполнения этого требования, есть основания привлекать его к ответственности по статье 19.3.1 административного кодекса. Это неуполнение законного требования сотрудника полиции. Еще одно новшество. Отныне камера автоматической фиксации нарушений можно устанавливать в зоне временных знаков. Эта мера позволит снизить количество ДТП в местах проведения ремонтных работ. К слову, об авариях. Сотрудники ГАИ впредь не выдают справки о совершенном ДТП, ограничиваясь лишь выдачей копии процессуальных документов. Луиза Егязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Люберцах на 18% сократилось количество аварий с участием детей. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель начальника местного отдела ГИБДД Александр Лобойко. Добиться такого результата удалось благодаря регулярным профилактическим мероприятиям. По состоянию на 31 октября на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД в авариях пострадали 22 ребенка. В аналогичном периоде прошлого года таких случаев зафиксировано 27. Значительно сократилось количество ДТП по вине самих детей. Если в 2016 году из-за собственной невнимательности пострадали шестеро несовершеннолетних, то в этом году четыре ребенка попали под колеса авто. Для того, чтобы предупредить детский травматизм на дорогах, сотрудники госавтоинспекции периодически проводят информационно-профилактические мероприятия. Сейчас, в период осенних каникул, инспекторы работают в этом направлении более интенсивно. С 24 октября по 12 ноября 2017 года на территории обслуживания проводится операция «Осенний каникул». Мы проведем еще несколько операций «Детское кресло», для того, что, в связи с тем, что, особенно выходные, где родители сейчас будут искать возможность детей вывезти куда-то, чтобы провести с ними выходные. Перед проведением операции уже школы посетили. Еще те школы, которые сейчас еще работают, тоже посетим. Проведем дополнительные беседы, обращения. Стоит отметить эффективность операции «Детское кресло». Благодаря регулярным проверкам на наличие в автомобиле специальных удерживающих устройств, удалось добиться значительного снижения количества пострадавших детей-пассажиров. По словам Александра Лобойко, эта цифра сократилась на 50%. А для того, чтобы водители обращали пристальное внимание на детей-пешеходов, сотрудники ГИБДД проведут акцию «Засветись, стань заметней на дороге», в ходе которой они расскажут участникам дорожного движения о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Луизия Егезерян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Люберецких руководителей отрядов юных инспекторов движения проверили на знание правил безопасности. Это стало частью семинара-совещания для педагогов, посвященного правильному поведению детей и взрослых на дорогах. Но права сдавал очень давно, поэтому некоторые вопросы для меня вызвали затруднения, и я, к сожалению, даже на них не смог ответить. Пройти электронное тестовое задание на знание правил дорожного движения, как оказалось, задача не из лёгких. Но как бы то ни было, теперь это обязательно для всех руководителей отрядов ЮИД в Подмосковье. Инициатива главного управления ГИБДД появилась не случайно. Как показал опыт, далеко не все педагоги, работающие с юными инспекторами, помнят ПДД. В таком случае, чему же можно научить детей? По имеющимся анализам в некоторых районах, проведённых управлением ГАИ, педагоги, которые работают с ЮИДами, к сожалению, абсолютно не знакомы с правилами дорожного движения, что, в принципе, вызвало некоторую такую интересную реакцию у сотрудников управления, сотрудников пропаганды управления ГАИ, которые за эту работу отвечают. Кроме тестирования, для руководителей ЮИД провели лекцию по правилам проведения конкурсов для отрядов юных инспекторов дорожного движения. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. К новостям спорта. Турнир «Люберецкая перчатка» состоялся в Люберцах. Он традиционно проводится в нашем городе осенью и собирает большое количество зрителей, болельщиков и участников. Вот и в этом году уже в пятый раз за призы благотворительного фонда «Люберецкий квартал» поборолись молодые спортсмены. В этом году в турнире «Люберецкая перчатка» принимают участие спортсмены из Москвы и 17 городов Московской области. Судьями соревнований стали профессионалы всероссийской и международной категории. Как отмечают сами организаторы, интерес к этому виду спорта только растет. Каждый год у нас количество участников увеличивается прям пропорционально каждому году. Старшие и младшие юноши. Это у нас идет внутренний отбор. Мы смотрим, какие боксеры у нас есть, кого можно выставлять на областные соревнования. Участникам турнира уже есть на кого равняться. И это не только звезды мирового уровня. Для дальнейшего развития и популяризации этого спортивного направления в Люберцах в этом году помощь в реализации турнира оказал благотворительный фонд «Люберецкий квартал». Фонд занимается благотворительной помощью тем, кто в ней нуждается. Это ветераны, это инвалиды. В том числе фонд «Люберецкий квартал» активно поддерживает спорт в Люберецком районе. Потому что мы считаем, что спорт – это то, что поможет нашим молодым людям сделать правильный выбор жизни, правильно воспитать самого себя. История бокса уходит своими корнями в древние времена. И по праву считается благородным видом спорта. Так, и на этом турнире всем известные высказывания, главное не победа, а участие, поддерживают и сами спортсмены. В первом раунде мне сказали, надо было доработать, чтобы сразу закончить, чтобы боль дальше не трогать. И мне соперник попался легкий. У него был первый бой. Турнир продлится три дня, где на торжественной церемонии закрытия награды найдут своих победителей. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Золотая осень. Футбольный турнир под таким названием состоялся на стадионе «Торпеда». За победу сразились восемь команд юниоров со всего городского округа. Кто стал лучшим в упорной борьбе, узнавала наша съемочная группа. Раньше Элла Дмитриевна футбол не любила, однако сейчас она не пропускает ни одного матча. К таким горячим чувствам к этому виду спорта ее смотивировал любимый внук, который играет в «Люберецкой звезде». Таких болельщиков у клуба много. Все они от первой до последней минуты поддерживали и верили в команду. Каждый, мне кажется, ребенок по-своему одарен, у каждого свои сильные стороны. Их нужно просто правильно развивать и не торопиться за сегодняшним результатом, а смотреть в будущее и постепенно развивать. Ребята из «Звезды» спортшколы номер один, сборной стадиона «Торпеда» и «Балятина», «Малаховки», «Красково». Всего восемь команд сразились за звание лучших в городском округе. Юные спортсмены 10-11 лет, можно сказать, будущее российского футбола. Согласно возрастным критериям, играли 7 на 7 на ограниченной половине поля. Они рады играть в любую погоду, как говорится, только дай клич. Они с огромным удовольствием придут и будут играть в любую погоду. Как говорится, футбол состоится в любую погоду. И верно говорят, что от болельщиков зависит и настрой команды. Футбольный клуб «Звезда» в турнире отвоевал звание сильнейших. Мы были неуверены, но были настроены на победу. Самый последний матч «Торпеда» был трудный, потому что проиграли 1-0, и выводить счет было сложновато. В финальном матче с командой «Торпеда» ребятам из «Звезды» удалось сначала сравнять счет, а затем забить еще два мяча в ворота соперников. Итог игры 3-1. А теперь все дружно. Ура! Ура! Организаторы турнира «Люберецкий спорткомитет» и вновь созданный футбольный клуб стадиона «Торпеда» наградили победителей и призеров «Золотой осени» почетными грамотами, медалями и кубками. Такие турниры городского округа среди юниоров на стадионе «Торпеда» планируют сделать постоянными. Ведь запала и способностей у нашей молодежи еще много. В «Люберецкой детской спортивной школе» состоялся финал региональных соревнований ГТО. В нем приняли участие школьники из 35 городов Подмосковья. Честь нашего городского округа отстаивали учащиеся девятой школы. Всего в рамках проведения «Спартакеат» и подмосковные школьники доказали свою силу и ловкость по шести дисциплинам ГТО. Спортивные состязания проходили по трем возрастным категориям. Ученики четвертых классов соревновались в Жуковском. Седьмые и восьмые классы встретились в Домодедове. А в «Люберцах» прошла третья степень «Спартакеады». Здесь за звание сильнейшего боролись учащиеся пятых и шестых классов. «Из ГТО дисциплины – это наклон вперед, подтягивание или сгибание рвизи, сгибание и разгибание для девочек рук в упоре лежа и прыжок длину с места. Из президентских состязаний – это пресс за одну минуту». Инициатор соревнований – Министерство образования Московской области. Выявление сильнейших по выполнению нормативов ГТО проводят в столичном регионе ежегодно. Каждый раз городской округ «Люберцы» принимает активное участие в спортивном мероприятии. «Наша команда выступает во всех степенях. Мы, конечно, надеемся, что мы будем с хорошими результатами, потому что у нас выступают те команды, которые в прошлом году заняли в нашем городском округе призовые места по этим возрастам». Подведение итогов и награждение победителей состоится 29 ноября в Мытищах. В каждой возрастной категории определят четыре призовых места – отдельно среди мальчиков и отдельно среди девочек. А шесть лучших команд будут отмечены Министерством Московской области. Луиза Егезарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В здоровом теле – здоровый дух. Под таким лозунгом прошла открытая тренировка общественной организации «Русский характер» с учениками Ливерецкой школы номер два. О спорте и силе наш следующий сюжет. Никаких вредных продуктов, а только здоровое питание и спорт – вот залог хорошего самочувствия и настроения. Общественные организации «Русский характер» знают, что нужно, чтобы чувствовать себя на все сто и привлекают к спорту все больше и больше людей. В рамках программы «Спорт каждый двор» совместно со спорткомитетом мы уже на протяжении почти полугода делаем зарядки на дворовых площадках. Но сейчас, ввиду погодных условий, мы переместились просто в школу. Гнули арматуру, сковороду, надували грелку. За силовыми возможностями гостей дети наблюдали с интересом. В составе общественного движения «Русский характер» около 200 участников, спортсменов разной направленности, для которых спорт – это не просто периодические занятия, а сила, мотивация и жизнь. Есть такое понимание слабости, есть силы. Я стараюсь всегда донести людям то, что никогда не нужно сдаваться, даже если очень тяжело и что-то не получается, нужно идти до конца. То есть у меня такая подача в своем шоу, подача силы, подача силы характера, силы воли духа. Помимо элементов силового шоу, представители организации провели с учениками тренировку, научили детей некоторым упражнениям и поиграли в любимую игру выбивала. Эмоции, полученные от встречи, дети не скрывали. Ну, было очень круто, вообще весело очень. Многими замечено, что с каждым годом интерес к спорту увеличивается. И эта тенденция не может не радовать, ведь спорт – это выбор сильных и целеустремленных людей. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И завершение выпуска. Чему учат в школе и как жить без тихого часа? Эти и другие вопросы пока волнуют самых юных учащихся Люберецкой школы номер 11. На минувшей неделе там прошло посвящение в первоклассники. Светлана Васильева помнит, как переживала перед своими школьными выступлениями. А теперь пройти все заново ей предстоит со своей дочкой. Эмоции очень волнительные, положительные. Мы все с нетерпением ждем начала праздника. Я сейчас уже, наверное, не вспомню, было ли у нас посвящение первоклассников. Но себя я в первом классе помню. Я училась в этой школе и закончила ее 10 лет назад. Так, уверенно и красиво, Софья выступила перед своей теперь уже родной школой. С начала учебного года прошло еще совсем немного времени. Но сколько интересного еще предстоит этим ребятам? Первоклассники должны уже понимать, что они стали учениками. Всегда это проходит красочно, ярко. Сказочные персонажи приходят в гости к ребятам, загадывают им загадки. Ребята сами рассказывают уже, о чем они научились. Именно так, с улыбкой на лице и блеском в глазах, первоклассники стали членами большой и дружной семьи под названием «Школа». Посвящение стало традиционным событием и проводится уже на протяжении многих лет. В этом году в 11-й школе почетное звание первоклассник получил 71 человек. А это ни много ни мало три первых класса. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»